Привет всем моим подписчикам, зрителям! Сегодня 31 декабря 2018 года, время 20 часов 00, совсем немного осталось до того момента, когда с нами случится что-то необычное и невообразимое. Все надеются на перемены к лучшему, что их мечты наконец-то сбудутся, но, к сожалению, в этом году такой уверенности нет, ну и, соответственно, настроения нет. Те, у кого, возможно, что-то яркое в голове, радуются, пытаются праздновать, уже сели провожать старый год, но по факту не задумываются о том, что буквально завтра, проснувшись, мы все с вами станем еще с большими кандалами, мы наконец-то возымеем то, ради чего не боролись, то, ради чего мы с вами сидели дома, на кухне обсуждали, молчали, терпели, в конечном итоге нас с вами ждет глобальное повышение цен на все. Напоминаю, что с завтрашнего дня, с 1 января, у нас повышается НДС на 2%, а это, соответственно, все вокруг нас, абсолютно все, что касается, куда взгляд ваш не падает, все подорожает на 2%, но это только старт. Не забывайте, что идет подорожание телефонной связи, так как роуминг отменили, но вы же понимаете, что они заберут за счет повышения общих тарифов, поэтому даже если вы никуда не ездите, то вы станете еще платить больше. Не забывайте о том, что бензин подорожает минимум на 2%, минимум по НДС, но это означает лишь то, что у нас все перевозки основные осуществляются за счет перевозки на фурах, и подорожавший бензин на 2%, а это минимум, предполагаю, до 7-15%, то, соответственно, и все подорожает еще минимум на 2%, то есть у нас подорожание идет минимум 4-5%. Это такие самые низкие предполагаемые повышения, по факту это будет, это процентов до 30% все будет подниматься. Поэтому поздравить нас, собственно говоря, с этим Новым годом, наверное, и не с чем, по сути, потому что на сегодняшний день, буквально несколько дней тому назад пришло озарение, я больше недели не выставлял никаких роликов, у меня была депрессия, апатия, от той мысли, что до меня доперло наконец, что, ребята, мы в дырке, называйте как хотите, но по факту на сегодняшний день, а точнее на завтрашний, мы с вами превращаемся в рабов, которые будут еще больше платить своим хозяевам, и мы также будем молчать сидеть, молчать тряпочку. Почему я боюсь следующего года? Почему я боюсь завтрашней даты? Почему я боюсь 2019 года? Потому что олигархи, антинародное правительство сделали все уже практически для того, чтобы народ перестал терпеть и встал на дыбы. Вы понимаете, что зимой никто не пойдет никуда бастовать, мы слишком ленивые стали. А вот весной, скорее всего, произойдет восстание, и они тоже это знают, они к этому готовят армию, разгвардию и так далее, все органы. У меня, наверное, большее обращение, наверное, не к простым гражданам, а к тем, кто присягал на верность Родине и Отечеству. Интересно, вы будете с нами, с народом или против народа? Время покажет. Не хочу вас ни с чем поздравлять, ни с чем поздравлять. Удачи? Ну, наверное, удачи пожелаю. Терпения? Так и так терпилоиды. Чего еще пожелать нам всем? Да ничего я вам не желаю, и себе ничего не желаю. Нет уверенности в завтрашнем дне. Я не уверен настолько, что я в своей квартире, за которую плачу сумасшедшую ипотеку, которую мне государство не дало, я на сегодняшний день не ощущаю себя в безопасности. Ко мне могут в любой момент прийти с обысками и так далее, и вообще меня арестовать. И так касается всех. Вот настолько стало неуверенно жить. Это первый Новый год, который я не хочу справлять. Потому что я знаю, что завтра будет все еще хуже. Всем удачи. Пока-пока.